Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. В ближайшие 25 минут мы с вами обсудим самые заметные события, которые произошли в Рязани за 5 рабочих дней последней недели марта. Случилось, как всегда, немало всего. Были политические пикеты и тренировки очаровательных барабанщиц, были тревоги по поводу экологических проблем и не меньшие тревоги за безопасность на рязанских дорогах, были громкие судебные заседания и, образно говоря, гневные потрясания кулаками в воздухе граждан, вынужденных сосуществовать рядом с переполненными помойками. Многое было, теперь коротко о главном. Так что там полигон? По просьбе зрителей наши авторы на этой неделе выясняли, возобновит ли в Рязани работу предприятий по захоронению ядовитых отходов. Как сдают в середине мая все водители-гастарбайтеры обязаны обзавестись российскими водительскими правами. Что думают по этому поводу эксперты? Цветет и пахнет, рязанцы обеспокоены тем, что мусоросборники в дворах превратились в настоящие свалки. Фирма, отвечающая за вывоз мусора, явно не справляется со своими обязанностями. Начнем с экологических вопросов нашей с вами рязанской среды обитания. На этой неделе по наказам граждан, поступившим в редакцию в виде телефонных звонков, наши авторы отправились в Южный промузел, чтобы попытаться выяснить, как там себя чувствует тревожно известный Турлатовский полигон, принимавший не так уж и давно ядовитые отходы из многих российских регионов. Также ситуацию мы проясняли и в суде, и в прокуратуре. Вот вам, дорогие рязанцы, последнее известие о полигоне. Недавно стали появляться непроверенные пока сообщения о том, что полигон на территории бывших очистных сооружений завода химволокнов Турлатова начал вновь принимать опасные отходы. Мы решили проверить, насколько эти сведения соответствуют действительности. Однако возле ворот журналистов встретили лишь охранники, от них не удалось получить практически никакой информации. Впрочем, за время пребывания съемочной группы внутрь полигона никаких подозрительных грузовиков не проезжало. Напомним, что 16 июля прошлого года Октябрьский районный суд аннулировал лицензию фирмы ООО «Вест», ранее управлявшей полигоном отходов на очистных сооружениях бывшего завода химволокно. Предприниматель подал апелляционную жалобу, однако судебное решение осталось в силе. 30 октября 2013 года в Рязанском областном суде рассмотрена апелляционная жалоба представителя ООО «Вест», ответчика по гражданскому делу, на решение Октябрьского районного суда города Рязани. Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, заслушав стороны по делу, вынесла определение. Решение Октябрьского районного суда города Рязани оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Сейчас работники Октябрьской прокуратуры проводят проверку по факту выдачи разрешения, а именно санитарно-эпидемиологического заключения фирмы, работающей на полигоне. Вместе с тем, в соответствии с информацией, поступившей в прокуратуру района, в настоящее время выдано разрешение, а именно санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление деятельности по обращению с отходами по данному адресу. Данные разрешения были выданы Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области на основании экспертных заключений, выданных соответствующими организациями, расположенных в городе Москва и в городе Санкт-Петербурге. В связи с чем, в настоящее время прокуратура района проводится проверка. На сегодняшний день, по словам Ольги Скорой, после вынесенных судебных решений на Турлатовском полигоне фактов складирования опасных отходов не зафиксировано. Прокуратура Октябрьского района на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением требований законодательства при осуществлении деятельности по обращению с опасными отходами на промплощадке, расположенной по адресу города Рязани, район Турлатова-1. Ранее на основании сказанных заявлений прокурора Октябрьского района были аннулированы лицензии, выданные ОДТ АСЕРС и ОВЭСТ. После того, как лицензии были аннулированы, прокуратурой проводились проверки и фактов размещения опасных отходов после вступления решений в законную силу установлено не было. Мы будем отслеживать ситуацию и о любых изменениях сообщать в эфире. Тут уж не убавить, не прибавить, законоблюстители высказались и любые комментарии пока, во всяком случае, излишни. Зато и их комментариев и этих куда как много у жителей городских спальных районов, а конкретнее обитателей Конищева. На этой неделе рязанцы едва сход не собрали по поводу мусора около помойных баков. Ну не вывозят отходы, хоть ты тресни. А ведь вскоре народное терпение может и впрямь треснуть, вот что. Начнем с репортажа, снятого на днях в самых, уж извините, мусорных точках Конищева. Подобную неприятную картину переполненных мусорных контейнеров жители домов на улице Интернациональной, что в микрорайоне Конищева, наблюдают уже почти неделю. Вот, например, помойки возле пяти этажек по адресу Интернациональная 2 и 2 Корпус 1. Здесь баки заполнены под завязку, а людям приходится бросать пакеты с мусором прямо на землю. Местные жители говорят, что днем собаки растаскивают мусор по всему двору. Не легче ситуации на контейнерной площадке возле жилого дома по Интернациональной 8, дробь 29. Куча мусора здесь даже еще больше, чем в соседних дворах. Дворник рассказывает, что мусорщики не приезжали еще с конца прошлой недели. Две недели будут, в пятницу, как не вывозят. Один раз приехали, не наши машины, которые всегда берут у нас, сказали, что они сломаны. Вот забрали они 14 бачков. Все, больше никто не приезжает и ничего не делает. Вот уже запах, чувствуете, запах какой-то. И мы сами не знаем, нам говорят, что они сломались, сломались, сломались и все. Директор местной управляющей компании Юрий Петухов говорит, что они заключили договор с подрядной организацией «Экосервис». Однако, по словам директора, в последнее время участились случаи невывоза мусора работниками «Экосервиса». Договор заключен с «Экосервисом». Сейчас данная кампания начинает в субботу и ограничивает вывоз мусора, потому что в связи с отсутствием автомобилей, спецавтомобилей по вывозу мусора. Ситуация, говорят, что временная, но на всякий случай сегодня мы попробуем привлечь дирекцию по благоустройству города для того, чтобы вывезти весь этот мусор. То есть нам обещали вывезти все в воскресенье в понедельник, но вчера понедельник прошел, ситуация стала только хуже. Когда происходит подобное, человек должен осознавать, что он как потребитель, заплатив кому-то деньги за вывоз твердых бытовых отходов, вправе с этой организацией спросить за качество и своевременную уборку. Если как такового договора нет, то в любом случае человек, который платит, он вправе задавать вопрос, ну понятно, что не по телефону, а письменный. Поэтому я рекомендую тем лицам, которые считают, что права их нарушены, обратиться с письменной претензией к той организации, в данном случае может быть управляющая компания, которая берет деньги, либо ТСЖ, либо какой-нибудь ЖЭУ, которая находится на территории данного района, который должен образом не следить за состоянием контейнерных площадок, с требованием выплатить денежную компенсацию за причиненный моральный вред. Право требовать денежную компенсацию может предъявить любой тот, кто зарегистрирован по данным адресам. В случае, если получают ли лица в данном случае отказ, то обращение в суд, оно беспошлиное. Кстати, на организацию «Экосервис» уже жаловались горожане. Около месяца назад жители Кольнова обращались во многие инстанции с просьбой очистить их дворовые мусорные контейнеры. Через некоторое время жалобы все же подействовали, и мусор стал убираться по графику. Кстати, тогда работники «Экосервиса» ссылались на нехватку именно спецтехники. Сколько ждать уборочных машин жителям Конищева, неизвестно. Пока же местные коммунальщики собираются просить помощи у городского управления по благоустройству. А вот и самые свеженькие, если можно так сказать, кадры Конищевских помоек. Снимали их в пятницу с утра. Вот как выглядят мусорные баки на интернациональной у дом номер 2. Все примерно так же, как и было, если не хуже. А вот обновленные кадры с той же интернациональной снимали у дома номер 2 второй корпус. Улица Бирюзова, дом 3, корпус 3. Их тоже выглядит так, что и солнышко не радует. А ну как побегут вскоре крысы-мыши во все стороны, если тот же самый «Экосервис» сбоку на бок не перевернется. Почему так резко? Ну хотя бы потому, что на сайте компании «Экосистема» прямо и вполне по-русски написано, цитируем. В 2012-13 годах на территории Рязани предлагается осуществить комплексную перестройку организации сбора твердых бытовых отходов путем оснащения площадок современными контейнерами. Ну может перестройка и движется? Ну что новые контейнеры, что старые? Если они с горой мусором набиты, то какая нам, жителям, собственно, разница? Дальше пишут на сайте. В эти же 2012-2013 годы планируется в Рязани осуществить полную замену транспортного парка на современную высокопроизводительную технику. Позвольте, вот здесь уже громадный камень преткновения непреодолимо встал поперек дороги. Где она та самая? Современная, высокопроизводительная. Тут и старенькая-то техника никак до мусорных баков не доедет. Ну, есть на сайте еще красивые обещания, но что-то после Канищевских мусорных развалов эти самые обеты от эко-сервиса никакого доверия не внушают. Не пора ли признать, как-то не справляется система со своей работой, не катит у них, проще говоря. А уж доколе мы, рязанцы, будем от такой эко-организации работы страдать, тайна сия великая есть. Так и живем. Интересно, как все это безобразие смотрится на фоне губернаторских наказов провести тщательную уборку мусора во всех муниципалитетах. Прямо скажем, на наш взгляд смотрится работа эко-сервиса очень мягко говоря, весьма и весьма неважно. Я прошу уделить внимание каждому домохозяйству, чтобы были убраны полисадники, собрана прошлогодняя трава, которая может быть поводом для возникновения пожаров. Убраны прилегающие территории, подчинены покрашены заборы, значит, вывезен мусор. Надо вывезти жителей на эту работу. Тем, кто нуждается в помощи, помочь со стороны власти, значит. У нас есть и такие люди, которые сами не могут сделать, но для этого можно организовать соответствующую им помощь. На этой неделе Оксана Тебенихина выясняла, как идет подготовка приезжих водителей к сдаче экзаменов на получение водительских прав. То есть ситуация на сегодня такова. Водитель-гастарбайтер, который на великом и могучем, едва разумеет, гоняет по нашим дорогам, имея какие-то иноземные документы о знании правил движения. Как и кому он сдавал экзамены, непонятно. Аварий с участием гастарбайтеров у нас много. Для того, чтобы хотя бы какой-то навести порядок в этом водительском иностранном легионе, российские власти распорядились привезти гастарбайтеров на дорогах к общему знаменателю. А именно, обязать их сдать экзамены на российские водительские права. Как с этим обстоят дела сейчас, выясняла сегодня Оксана Тебенихина. Водители-иностранцы, которые занимаются профессиональной деятельностью на территории Российской Федерации, уже к 5 ноября прошлого года обязаны были выйти на работу с российскими правами. В противном случае, организация работы датель была бы оштрафована на 50 тысяч рублей. Такие меры, по мнению законодателя, помогут сократить количество ДТП с участием мигрантов. Но, несмотря на это, сама Госдума в последний момент дала задний ход, и водителям-иностранцам дали отсрочку на полгода, до 14 мая 2014 года. Например, в Германии или в Америке вообще учиться не надо. Иди сразу сдавай. Только там ни один человек не пойдет сдавать, не пройдя курс обучения. У нас сейчас заставили, иначе там будут ломиться, никто не хочет учиться, хотят права получить. И то, что заставили людей хотя бы пусть проверить знания объективно, неважно, как школа учит, должен быть на выходе, вот этот отбор идти. На выходе. И когда на выходе будут сдавать только те, кто знает правила, кто умы соблюдает, естественно. А человек должен знать, что самостоятельно никогда никакой профессии не учиться невозможно. Нет смысла. Надо обязательно идти учиться. Кстати, у многих специалистов возникают оправданные подозрения по поводу того, что данная поправка является лишь очередным коррупционным болотом. Ведь если до 14 мая мигранты-маршрутчики не получат на руки новые водительские удостоверения, система общественного транспорта может быть парализована во многих регионах страны. А вообще, большинству приезжих граждан стоило бы для начала выучить русский язык. Но это уже, видимо, второстепенный фактор. Напомним, в эфире телекомпания «Город». Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Вкратце о темах второй части нашего проекта. Пикет у приемной. В этот четверг люди с транспарантами выстроились у входа в Рязанскую приемную депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрия Буткова. Тела в прудах и под колесами поезда. Роды на посту ГИБДД и водители под наркотиками. Об этом и не только в сегодняшнем обзоре «Неделя полицейских». А как они ходят, а как играют, а как они, в конце концов, прекрасны. Таковы отзывы мужчин о группе обеспечения праздничных мероприятий Рязанской Академии в Сирии. Продолжаем программу. На этой неделе много говорили о политике и, конечно же, в первую очередь о Крыме. Запад шумит про силовой захват. Наши говорят об исторической справедливости и возвращении домой российского полуострова. Но главные слова, вернее, тысячи тысяч слов сказали сами жители Крыма на референдуме. За присоединение. Да и все тут. Где-то неделю назад Госдума ратифицировала договор о вхождении Крыма в состав России. Против голосовал лишь депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев. А его однопартийцы Дмитрий Гудков, Валерий Зубов и Сергей Петров воздержались. Вот что сказал по этому поводу политолог Олег Матвеичев в интервью газете «Взгляд». Эти люди давно себя похоронили. Они ходят в американское посольство на приемы плясать и ни со стороной, ни с Госдумой себя не ассоциируют. Рязанские политологи также высказываются по поводу думского голосования. Более взвешено, но однозначно. Вот эти вот мелкие выпады против власти, они на самом деле в первую очередь наносят ущерб национальным интересам. Я не понимаю, как политики, которые не первый день в политике, могут себя так вести. То есть тут возникает действительно ассоциация с тем, что говорил президент Путин, национал предателя. То есть большинство россиян по-другому это просто не воспримет. Вот эти все попытки объяснений, почему я голосовал против и так далее и тому подобное, в этой ситуации не действуют. Поэтому я думаю, на сегодняшний день вот эти действия некоторых представителей оппозиции, они в первую очередь наносят ущерб партиям, которые они представляют. Причем такой ущерб непоправимый. Это как бы общество запомнит, запомнит надолго и на всех выборах теперь всегда это будет данным конкретным представителям и их партиям вспоминаться. По вашему мнению, вот их точка зрения будет иметь подражателей и поддержку со стороны граждан народа? Нет, я думаю, вряд ли. Ну вот опросы того же ВЦИОМ, они показывают, что где-то есть там 3-5 процентов, которые придерживаются того же мнения. Но еще раз подчеркну, это как раз вот именно те граждане, которые вот на зло маме уши отморожены. То есть если власть что-то делает, я всегда буду против, вне зависимости от того, что будет делать власть. Их количество, оно всегда где-то было в этом районе, 3-5 процентов. При этом всегда ситуация такая, что не зависит от того, кто у власти. Ну в самом деле, вот, например, ситуация. Хулиганы обижают девушку, все побежали заступаться, все побежали, а пара-тройка человек не побежала, воздержались. Тут от своих потом можно получить и справедливо. Просто есть ситуации, когда надо проявить принципиальность, за или против, а третьего не дано. А тут воздержались. Ни нашим, как говорится, ни вашим, хата с краю, никого не трогаю, примуса подчиняю. В четверг около Рязанской приемной депутата от «Справедливой России» Дмитрия Гудкова выстроились пикетчики. Возле Рязанской приемной депутата Государственной Думы Дмитрия Гудкова прошел пикет молодых активистов. По их словам, прийти сюда и высказать свою гражданскую позицию они решили после результатов голосования народных избранников в Государственной Думе по Крыму. Как известно, подавляющее большинство депутатов проголосовали за присоединение полуострова к России. Среди тех, кто не стал голосовать, был Дмитрий Гудков. На плакатах, с которыми пришли молодые горожане к приемной, были тексты с призывами к депутату Гудкову все-таки прислушиваться к мнению своих рязанских избирателей. Как уж там прислушался или нет к призывам рязанцев депутат Гудков, сказать трудно. Во время съемок никто к пикетчикам из приемной не вышел. Да и был ли там кто, неизвестно. Хотя, судя по голосованию в Госдуме, Дмитрия Гудкова мнение подавляющего большинства крымских избирателей особо не интересует. То, видимо, что ж там какая-то Рязань, провинция, да и только. На этой неделе состоялось предварительное судебное заседание по делу бывших высокопоставленных руководителей ГИБДД. Напомним, в Советский суд Рязани поступило уголовное дело в отношении экс-начальника регионального ведомства Александра Алфосова, сотоварищи. Букет обвинений троиц выдан самый яркий. Тут вам и взятки, и незаконный оборот тех средств и мошенничества. Для установления всех эпизодов преступной деятельности обвиняемых следователям пришлось допросить более 500 свидетелей, провести 17 судебных экспертиз. Следственные действия проводились на территории нескольких субъектов России. Объем уголовного дела составил 81 том. Обвиняемые до конца следствия вину в инкриминируемых им деяниях не признали. Общая сумма взяток, которая вменяется дорожным полицейским в больших погонах, составляет 2,5 миллиона рублей. Конечно, немного, но по всей видимости это то, что удалось доказать. В ходе судебного заседания был рассмотрен вопрос о продлении обвиняемым срок содержания под стражей. Выслушав мнение участников процесса, суд пришел к выводу о необходимости продления срок содержания под стражей Алфосову, Вышинскому и Тесленко на 6 месяцев, то есть до 11 сентября 2014 года. Вообще, с точки зрения работы правоохранителей на этой неделе произошло немало всякого, как трагического, так и в какой-то степени забавного. Обо всем в дайджесте Глеба Галушкина «Неделя полицейских». В начале этой недели, в понедельник днем, в Рюминском пруду возле Центрального парка культуры и отдыха был найден труп женщины. А буквально через пару часов жители Дашкова-Песочни обнаружили тело мужчины уже в пруду на улице Тимакова. Следователи сообщают, что следов насильственной смерти нет ни в первом, ни во втором случае. А вот вечером во вторник на берегу небольшого прудика на улице Чернышевского, что в горроще, рязанский автолюбитель обнаружил труп мужчины. Приехавшие на место полицейские установили, что тело лежит уже довольно давно. Причем некоторые открытые места успели погрызть и даже объесть бродячие собаки. Вечером 25 марта около водоема, который расположен по улице Чернышевского в городе Рязани, было обнаружено частично скелетированное тело мужчины с признаками насильственной смерти. Личность погибшего не установлена. Возраст на вид примерно от 20 до 30 лет. Ориентировочная давность наступления смерти – несколько месяцев. По данному факту, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. Позже следователи сообщили, что неизвестный мужчина, скорее всего, был убит. Еще на этой неделе, а именно в понедельник днем возле стадиона ЦСКА на улице Спортивной, на железнодорожном переезде поезд насмерть сбил пенсионера. Этот переезд весьма опасен для перехода. Дело в том, что он расположен как раз после крутого изгиба железнодорожных путей, а потому не каждый успевает добежать до безопасного места. Кстати, во время работы съемочной группы несколько прохожих рассказали жуткие истории трагедии на этом железнодорожном переходе. На этой неделе рязанские дорожные полицейские продолжают проводить рейды по пьяным водителям. Особенно большое число таких лихих автомобилистов попадаются в выходные дни. В последний рабочий день и прошедшие выходные дни с сотрудниками госавтоинспекции Паризанской области проводились рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. В ходе которых выявлен 71 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения, еще 5 водителей отказались от прохождения свидетельствования на данное состояние. Я не хотел за руль садиться. Просто хотели в машине погреться, не было бензина. Хотели доехать по дворам, дойти с канистры и заправиться. А водительское удостоверение у вас имеется? Нет, будет. А почему тогда сели за руль? Думал, потихоньку доеду, все будет нормально. Машина кому принадлежит? Мне. Ну а порой дорожные инспекторы задерживают граждан под более сильными веществами, чем алкоголь. Вот этот мужчина на Дягилевском посту ДПС, судя по его движениям, находится под воздействием сильного психотропного стимулятора. Я сам остановился ни здесь, ни у вас. Остановился на московском. Ты остановился почему? Я остановился, потому что я не знаю почему. Я не знаю, что со мной было. Не снимайте меня, пожалуйста. Я говорю, что я под психотропными наркотиками. Ну так положено. Вы говорите, вы сейчас доктор подтвердит это ваше. Может, у вас не покажут ничего? Я не знаю, покажут, не покажут, но я под психотропными наркотиками. Впрочем, на Дягилевском посту ДПС случаются и удивительные приключения. Так дорожные полицейские, старший лейтенант Дмитрий Зубков и лейтенант полиции Алексей Петриков практически приняли экстренные роды прямо на посту. Примерно где-то часов в пять вечера со стороны Москвы подъехали белые грозы. Ко мне подбежал мужчина и сказал, что у меня рожает жена. И могли мы ее побыстрее вызвать скорую. После чего я позвонил на пост старшему поста Зубкова Дмитрия Николаевича. Попросил, я говорю, побыстрее скорую сюда пришлите. Все, после чего машина, газет, значит, подъехал сюда на пост. Впоследственно посту здесь все это происходило. Где и произошли женщины, где родила мальчика. По словам счастливой мамы, родившийся малыш, кстати, это мальчик, уже четвертый ребенок в их семье. Если верить в приметы, то свою профессию он уже выбрал. Ну и, наконец, самый очаровательный репортаж недели. Так называемая группа обеспечения праздничных мероприятий Рязанской Академии Федеральной Службы Исполнения Наказаний пополнилась. Теперь этот взвод состоит из 24 курсантов. Да еще каких. Речь идет о команде девушек-барабанщиц. Тех самых, что так замечательно маршируют со своими барабанами. В своих белых сапожках. В своих головокружительных юбочках. Теперь у них новые костюмы, которые прекрасные барабанщицы не замедлили показать нам и, соответственно, всем зрителям нашей программы. В целях обеспечения торжественных мероприятий в Академии было создано несколько групп. Одной из таких групп является оркестр, взвод почетного коровла, ну и, безусловно, взвод барабанщиц, который является сегодня одной из визитных карточек Академии Федеральной Службы. Но мы надеемся, что и Рязани, и Рязанской области. Обыкновенные курсанты передают эстафету друг другу вот уже на протяжении семи лет. Красочные костюмы, кстати, в этом году обновленные благодаря администрации города, улыбающиеся лица и, конечно же, атмосфера праздника, которая чувствуется даже на репетиции. ПОДПИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ По словам участницы ансамбля, тренироваться нужно долго и упорно, а военная подготовка и привычная дисциплинированность сильно в этом помогают. Девчонки – яркое явление в нашем городе. Если до сих пор не видели их выступление вживую, совсем скоро можно будет это исправить. Самое главное, как оно было всегда у нас в главной нашей Академии – это День Победы. Мы готовимся, уже начали готовиться. Хотим показать что-нибудь новое, интересное. ПОДПИСМЕНТЫ Такой была эта неделя, во всяком случае, такой ее увидели наши авторы. Хорошей нам всем погоды в эти мартовские денечки, которые вот-вот плавно перейдут в апрельскую теплынь. Копель с крыш вообще остался где-то в феврале. Павдок прошел как-то невнятно и скромно. Ну, посмотрим, как будет дальше хозяйничать в нашей Рязани весна красна. Все равно все будет хорошо. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин